С вами снова Симоне и это наше третий урок. Кстати, будьте готовы, жители разных частей Италии будут поздоровится с вами по-разному. Все дело в диалектах, у нас их не меньше 20. Моя бабушка, которая живёт в Венето, всегда мне скажет «бензвея», которое значит «хорошо, что ты проснулся». Модные жители в Милане говорят «уэлла», которые это вроде бы «hello». Опасный сицилиец скажет «мбари, парниша». Шумный неаполитанец «ямабель, давай пойдём». Пафосный римлянин кричает «абелю», который обозначает «красавчик». Ну что, красавцы и красавицы, давайте глаголи. Сегодня вы узнаете, что не все глаголи так простые и похожи. Но не надо пугаться, всё будет хорошо. Итак, кроме глаголов, которые оканчиваются на «are», есть ещё глаголи, которые заканчиваются на «ere» и «ire». Но разница минимальная. Давайте сравним «манджаре», есть и новое для нашего глагола «ведере», видеть. Я веду, я вижу, пока всё так же. Ты видишь, ты видишь, пока всё так же. Луи лей веде, он, она видеть. Обратите внимание, эта форма кончается на «е». Ной веде, мы видим, всё так же. Вой ведете, вы видите, снова меняется на «е», ведете. Лоро ведено, они видят, здесь «а» меняется на «о». А теперь глагол «ire». Дормили, спать. Я дорму, я сплю, пока всё так же. Ты дормишь, ты спишь, пока всё так же. Луи лей дормит, он, она спит. Обратите внимание, эта форма снова кончается на «е». Дорме. Ной дормямо, мы спим, всё так же. Вой дормите, вы спите. Здесь меняется на «и». Лоро дормоно, они спят. Здесь «а» меняется на «о». Дормоно. Давайте поспрягаем ещё несколько глаголов, которые вы можете прочитать на дверях в Италии. Обращаем внимание, где на кончание «а», где «е», а где «и». Тираре, тянут. Априре, открывать. Кюдаре, закрывать. Итак, у глагола «тираре» окончание «аре», значит склоняем, как в прошлом уроке. Ио тиро, я тяну. Ту тири, ти тянешь. Луи, лей тира. Он тянет, она тянет. Ной тирямо, мы тянем. Вой тирате, вы тянете. Лоро тирано, они тянут. У глагола «априре» окончание «ире». Ио апро, я открываю. Апри, ти открываешь. Луи, лей апре. Он, она открывает. Ной апрямо, мы открываем. Вой априте, вы открываете. Лоро апрено, они открывают. У глагола «киударе» окончание «ире». Ио кьюдо, я закрываю. Ту кьюди, ти закрываешь. Луи, лей кьюде, он, она закрывает. Ной тюдямо, мы закрываем. Вой тюдете, вы закрываете. Лоро тюдено, они закрывают. Кстати, еще небольшие правила чтения. Мы с вами не изучали альфавит, потому что я уверен, что вы уже прекрасно знаете латинские буквы. Но вы уже заметили, как в глаголах «манджаре» и «киударе» буквы «ч» и «дж» ведут себя странно. Манджаре, джокаре, джоя. Гато, кот. Танго, танец танго. Гуччи, бренд. Кстати, в слове «гуччи» есть подсказка, как читать букву «ч». Буква «ч» с буквами «и» или «е» читается как «чи». Чао вы знаете. Чентро – центр. Котто – готовый или варёный. Куако – повар. Кальчо – футбол. И если ещё говорить о глаголах, итальянцы не могут не употреблять глагол «быть» . Там, где русские скажут «я учитель», итальянцы скажут «я есть учитель». Там, где русский скажут «я русский», итальянцы скажут «я есть русский» или «я есть итальянец». Помните, как в песне «sono un italiano»? Так давайте уже выучим это простой итальянский глагол. «essere» спрягается по-своему. «Io sono». Помните? «Io sono italiano». «Tu sei», «ты есть». «Lui è». «Lei è». «Он есть», «она есть». «Noi siamo», «мы есть». «Voi siete», «Вы есть». «Loro sono», «они есть». Теперь вы можете легко и свободно давать определение о себе, о своих знакомых и окружении. «Io sono insegnante», «я учитель». «Tu sei studente», «ты студент». «Lei è bellissima», «она прекрасно выглядит». «Lui è coraggioso», «он смели». «Noi siamo amici», «мы друзья». «Voi siete russi», «Вы русские». «Loro sono italiani», «они italianцы». «И еще немного примеров». «Io sono giornalista», «я журналист». «Tu sei doctore», «ты доктор». «Lui è politico», «on politic». «Lei è cassiera», «ona cassir». «Noi siamo controllori», «мы контрольori». «Voi siete camerieri», «Вы официante». «Loro sono autisti», «они водители». «Только не подумайте, что слово «аутисти» – это оскорбление. Так по-итальянски звучит слово «водители». «Io sono autista», «я водитель». «Ну что, я вас поздравляю». «Вы уже вовсю разговорили по-итальянски». «А всё потому, что вы знаете уже много глаголов». «Вы можете рассказать о себе, о друзьях, о знакомых». «Вы можете задавать вопросы и отвечать на них». «Вам есть задание». Сразу после того, как вы подписываетесь на мой канал, внизу в комментариях напишите маленький рассказ о себе на итальянском. Я прочитаю все сообщения и исправлю ошибки, конечно, если они будут. «Буона фортуна». «Удача». «Удача». »